здравствуйте друзья у нас нетривиальный вопрос на канале как бы предложение говорят запишите такие мотивирующие сюжеты на тему 10 топ топ-10 значит эмиграции 20 века успешных и там еще отдельно вот 10 наиболее успешных эмиграции 21 века вот с вашей точки зрения как бы это все выглядело там и так далее и я с одной стороны как бы понимаю вопрос и понимаю как бы идею за этим стоящую что светофор в режиме стопа работает идею стоящую но с другой стороны мы упираемся сразу в ситуацию сложно разрешим я здесь тут глазами бегу потому что черт что на дороге творится так ну поехали поехали так едем ох ты ё-моё да значит извиняюсь поехали вот 10 лучших эмиграции что такое лучшая эмиграция что такое вот это как это богатым стал и и все вот это и вот он заработал и поэтому он лучше там его эмиграция лучше чем у других ну как это так вот что что это такое должно было произойти поэтому понимаете как в таком прямом варианте мы сразу попадаем в такие клещи методологические да то есть вот мы начнем что-нибудь рассказывать то вот там успешный был человек там эмиграция 20 века там жил там в городе одессе простой еврейский мальчик приехал в одессу и приехал соединенные штаты через 20 лет возглавил там мафию нью-йорка это это успешная эмиграции или что понимаете наверное он самореза реализовался как личность там вот поэтому я думаю что конечно успешность всякого всякого начинания мы бы рассматривали я бы рассматривал с точки зрения самореализации вот каждый из нас пришел в этот мир для чего-то и насколько эмиграция помогла ему вот в этом направлении то есть пригодится там где он не в таком аспекте в котором он не мог бы пригодиться дома а вот как-то так бабах и что такое произошло большое что что никак не могло произойти но дальше мы упираемся в то что вы должны оценить вот что что хорошее самореализация что плохая а разве мы можем уже люди живые нам нам сверху дано мы с этим пришли в этот свет и что же мы теперь судить будем других там вот этот хуже реализовался тут лучше реализовался значит один приехал очень многие люди в нашей волне иммиграции я могу сказать что очень многие люди были мотивированы тем чтобы вывести детей в какое-то общество другое они они может быть не очень знали как и тут это правда никто ничего не знал толком но во всяком случае там они понимали что невозможно совершенно находиться и вот посмотрите например я думаю что очень хорошая реализация например у родителей а сергея брина ставить они его привезли там трехлетним мальчиком и водки что было бы с брином там если бы он никуда не уехал ну не уехал если бы родители его не увезли никто не знает это так как бы все такое сослагательное наклонение у нас но но по масштабам этой деятельности которую он развернул в соединенных штатах значит там просто масштаба такого нет то есть безусловно он был вот таким вот не стал хотя наверное он молодой парень совсем еще у него может быть впереди вообще какие-то громадные совершения к которым он еще не приближался я для надеюсь но я просто говорю сейчас о его родителях поэтому родители которые ну не то что ради детей они ради себя тоже но по всякому случае они с мыслью о детях они вот так вот поехали в другой мир взяли на себя какие-то трудности стресс это это все это все трудно это все не знать как это не простой процесс то есть это не курорт да вот как в вене там в хиасе плакат висел для новичков от которые так радостно пребывали вот им там было написано иммиграция это не курорт ваш людям уже так у них планы большие были там посмотреть погулять там на пляж полежать нет это может быть радостный не курорт такой жизнерадостный не курорт но все-таки кроме того есть элемент неизвестности понимаете есть элемент неизвестности вот выход там из этой комфорт зон когда ты сталкиваешься с чем-то с чем не сталкивался это для многих людей это это все не очень так ну не очень легко не очень просто что еще сказать поэтому я бы я бы перешел на на вот уровень как бы индивидуальный вот если человек считает что ему хорошо давайте порадуемся за человеком не будем говорить о и да что ему там хорошо хорошо слушать и ему хорошо он доволен вы можете сказать он не искренне он говорит что он довольно но вот он не довольно на самом деле стипа он был доволен а вот если это вообще не выезжал вот тогда под еще имела Был бы в 10 раз больше доволен Если он тут добился, то там бы он 10 раз больше добился Послушайте, человек доволен Какое ваше дело? Какое мое дело? У меня бабушка, кстати, у нее удивительная фраза была У нее было несколько фраз потрясающих Вот там она говорила А какое мое собачье дело? Понимаете, какое мое собачье дело? Человек доволен Она как-то по телефону там Она очень общительная была у тебя, наверное, в нее Она как-то по телефону там Разговаривала полчаса, а я Бабуль, я говорю, а кто звонил? Я школьником тогда еще был Откуда я могу знать? Человек ошибся номером Ну, и Послушайте, какое наше дело? Вот есть успешные миграции Вы для себя Определитесь, вот допустим, человек говорит Меня интересует, как люди попали в Америку И, например, там И совсем бедных стали совсем богатыми Ну, да, тогда будет понятно В каком аспекте это все Допустим, вас деньги интересуют Ну, хорошо Можно поговорить о том, как какие-то люди Оказавшись в эмиграции Вот там, я не знаю Вы можете историю там Сороса почитать Там, да 17-летний мальчик Нет, даже меньше Ну, типа того Да, вот он В Венгрии, а он еще еврей Значит, там немцы, оккупация Вот он, значит, бежал из Венгрии Очень похожая история была У Генри Киссингера Канцлера Соединенных Штатов Он был немецкий еврей И родители бежали от нацистов Ему было, по-моему, лет 15 Они приехали в Китай Я не помню, куда в Китай Там Шанхай, Харбин Где-то вот он там был Потом попал в Америку И дослужился там до госсекретарей Соединенных Штатов Понимаете, историй эмигрантов Которые чудеса творили Очень много Эмигранты создали Голливуд В какой-то момент, да Значит, банкрскую систему Соединенных Штатов То есть Там просто чудеса Понимаете, но вот там Если мы посмотрим на эмигрантов Там из России Или там, скажем, там Чисто русских эмигрантов Да, так вот мы видим Там Сикорский Там с его вертолетом Там еще были люди Но я просто к чему говорю Что Все-таки нужно какой-то, знаете Критерий более понятный Топ-10 Каких таких эмигрантов Вот кто-то в Голливуде снимался Там, может быть, не сами А их дети Правда? И такие тоже есть Вот из наших соотечественников Это успех Я не знаю, если это то, чего они хотели И они этого добились Ну, наверное, успех Ну, что Если женщине там было Я не знаю, там 45 лет И она Ну, допустим Хотела создать семью Найти мужчину И она не могла этого сделать Там, я не знаю В стране, где уже в 35, допустим Практически невозможно Это сделать Ну, и вдруг она попала сюда И встретила человека Там и так далее И Я не знаю Это успешная эмиграция Ну, наверное Я не знаю Если она довольна Значит, успешная Поэтому, что тут сказать А вот если человек приехал, например И все у него есть Но он недоволен Это успешная эмиграция Или не успешная Я с одним Магом-чародеем знаком Ну, я так условно Он мастер рейки И он Занимается там Всякими, ну, персональными проблемами Частные консультации Там дает и так далее Так вот Очень эффективный парень Кстати, я должен сказать Лет 15 назад Что-то меня тут колотило Я не помню С чем это было связано Но что-то совсем плохо мне было Он со мной часок поработал И я прям как заново родился Поэтому он действительно Очень эффективный И Вот так сидел напротив меня И так что-то такое там Шепотал Пальчиками шевелил И как рукой сняло Так вот К чему я рассказываю Он говорил Ты знаешь, он говорит Вот я работаю С очень богатой клиентурой И какие, говорит Я дворцы видел И какие там вообще Там парки Там частные И так далее И в итоге Он говорит Ты бы знал Насколько несчастны Эти люди И насколько Насколько вообще Им тяжело И плохо И некомфортно живет Вот тебе на Правда? Казалось бы Значит Так это что Успешная у них эмиграция Или не успешная? Наверное По деньгам успешная По какой-то личной жизни Не очень успешная Что ж тут скажешь, ребят? Да Я просто в затруднении Ой, там кто-то сзади едет Шумит Так, надо нам куда-то уходить вправо Ну Так Ну ушел Ладно, все Прошел Это скорая Парамедики Так Возвращаемся Так что Ой Сложный вопрос Я не знаю, что сказать Честно Даже если бы вопрос был Поставлен уже Ну типа там Вот Расскажите там Про 10 каких-то там Людей Иммигрантов Там Которые вот чего-то Такого конкретного добились Дальше за этим Какое-то исследование Должно быть Правда, я же не могу так отбалды Вот я не помню И не знаю Или если я знаю что-то Я знаю там пару хохмачек Но не знаю В деталях И каждый из вас может там пойти Щелкнуть пальцами там По Википедии Там И найти в 10 раз больше Поэтому Делать какое-то исследование Такое серьезное Я просто не могу физически У меня У меня нет таких ресурсов временных Я могу только Если вот Что-то меня лично так Будоражит Я могу поделиться А так, чтобы специально Какое-то исследование Я никак не могу Я все-таки работаю И довольно интенсивно Вот Сегодня у меня урок Вот я еду на урок И начинается новая группа С утра И Это фулл-тайм Ребята съедут со всей страны Я сейчас гляну на них Я правда Не знаю Сколько их там сейчас в классе сидит Я Ожидаю человек 40 Ну посмотрим Вот мы Если удастся Я сниму Вообще многие люди Не любят сниматься Знаете Так они Вот если по классу Так с камерой пойти Так некоторые Они прячутся Не хотят Да Очень много народу Заходит в офис Так вот Вчера парень приходил Очень интересный И Я говорю Так может снимемся Говорит Не надо пока Так что вот Понимаете как Успешная миграция А сниматься не хотят А я бы Я бы сказал Что успешная И очень даже успешная Очень многие успешные люди Сниматься не хотят Так что Да Я кстати Может быть в этом ключе Хочу сказать что Тут у нас как-то Такое негативное Очень восприятие Там несколько видео Взял с сайта Михаила Бородянского С разрешения взял Потому что Он приезжает Ну он к нам приезжает По работе Но Сделает там пару семинаров Помимо этого И Идут дискуссии Некоторые там В фейсбуке Есть дискуссия На эту тему И я подумал Что люди Которые хотят Ну думают Пойти ли им на На семинар У него там довольно много Даунлодов И на его книжке Там из Калифорнии Из Америки Вот То есть есть статистика Поэтому Я подумал Что правильно было бы Показать что-то Чтобы человек Осознанно шел И это не столько Для тех Кто живет Там Ну За пределами Вот нашей местности Сколько для тех Кто живет В пределах Вот этой местности Задумка была такая Я может быть Должен был сказать Заранее Как-то предварить Это все Но Во всяком случае Мысль о том Что те Кто у кого кликнет И кто думает Пойти не пойти И у них кликнет Они хотя бы знают Что это У них есть клик А другие скажут Нет Клика нет Значит и не пойду То есть моя задача Была вот такая Хотя В более широком плане Как человек Который много Всякого видел Из этой области Я могу сказать Что Это качественная психология И когда мы Она на простом языке И она довольно глубоко И И понятно И инструментально Вот инструментальность Это то что Меня лично Мотивирует Потому что я позиционирую Наш канал Не как развлекательный Хотя мы Тоже можем Конечно в этом В этом смысле Че же Но все таки Больше как полезный Поэтому Когда мы смотрим На Людей Которые хотят Эмигрировать Или людей Которых там Проблема с тем Что они там На работе Карьерного роста Нет Вот мне многие пишут Или еще чего-то Нет И Есть решения Такие как бы В психосоматике И они есть Поэтому Ну чего же Вот человек Может рассказать И я лично Считаю Что это Как бы Полезно Но это Надо быть открытым Понимаете Это же не каждый Может быть открытым Ко всему на свете Да Вот это Есть люди Которые открыты Вот к такого рода Вещам Это не каждый Совершенно Совершенно Не обязательно Вот Но Я в целом Очень доволен Тем что У нас на канале Есть такой материал Потому что Не нравится Ну не смотри А нравится Вот такой Не найдешь нигде Это Это абсолютно Потрясающий По качеству Материал Своего плана Так Если вам Вас этот план Не интересует То он вас Не интересует Ну что же Я Ярлыков не ставлю Я не говорю Раз тебя это Не интересует Значит тебе Может быть надо Пойти к психотерапевту Нет Ну не интересует Не интересует Знаете Есть такой Старый анекдот Как Вовочка опаздывает В класс Там Прибегает Учительница Говорит Ты почему Опаздываешь Там Говорит Мама Говорит Там А нет Завтра С мамой Придешь А он Говорит Завтра Мама Не может У нее Там Апойтмент К Ксиксопатологу Учительница Говорит К кому Он говорит Ксиксопатологу Ну врач Такой Что Говорит Не знаете Он говорит Нет Ну как Вам объяснить Говорит Ну вот представьте Себе Идут две Женщины Одна Лижет Мороженое А другая Кусает Который Из них Замужем Так Говорит Наверное Та Которая Кусает Вова Говорит Та У которой Кольцо На руке А вам Мария Ивановна Надо Ксиксопатологу Вот Так что Вообще Открытость Это Большое Дело В жизни То есть Люди Которые Законсервированы Зашорены Им сложно И я Вижу Очень много Людей На переломе Судьбы Вот вы Представьте Себе Вот У меня тут Живьем тут 500-600 человек Каждый год А еще в онлайне Там несколько сотен Я вижу Очень-очень Много людей И я вижу Что Проблемы В которые Они упираются И которые Отделяют Их От успешного Функционирования Вот эти проблемы Они в основном Психосоматические Это проблемы воли Это проблемы Собранности Это проблемы Настроя Правильно Это слушание Или не слушание Всяких идиотов Вокруг Которые говорят У тебя не получится А кто ты такой Чтобы тебе Вот это вот все Ты что думаешь Там ты умнее Все Понимаете И на них это действует Это А что это Понимаете И вот Есть люди Которые с этим Помогают И дело не в том Что вы об этом думаете Лично Но есть люди Которым это очень нужно И все Поэтому Там такие комментарии Злобные Честно Я был просто поражен Я думал Что у нас Приличнее публика На канале То есть Какое-то такое Агрессивное Отторжение Вещей Которые они вообще Не понимают И не хотят понимать И никто их И не заставляет Не вникать Не понимать Ничего Такое Да Успешная Миграция Это как Правда Поэтому И в успешной Иммиграции Тоже Есть вещи Которые Связаны С нашим Отношением Раскрепощенностью Открытостью Способностью Увидеть Желанием Увидеть Услышать Это Это не только Иммиграция Иммиграция Это часть Жизни Это одна из вещей Которые случаются С людьми в жизни Поэтому Там кто-то написал Что вот мол Покажите нам Америку Там психология Тут полный интернет Так Иммиграция Это в чистом виде Психология Вот я сколько видел Семей развалившихся Сколько я вижу детей Которые Отторгают своих родителей Вообще Не хотят с ними Ничего общего иметь Думаете Это только с другими бывает Да Поэтому Иммиграция Это не просто Когда ты можешь Больше заработать Это например Когда ты перестаешь Понимать близких людей Когда тебе Жена Говорит Знаешь что Парень Пойду-ка я По жизни дальше Без тебя И с детками И так далее Или смотришь Родители пашут Пашут как пчелки А детки Ничего делать не хотят Вот те Иммиграция Успешная Неуспешная Если дети С тобой говорить Не хотят Сколько нужно Миллионов Чтобы считать Иммиграцию Успешной Так что А если они На наркотиках Да А если Женился на девушке Привез ее С другой стороны А оказывается Она Только Ради Вот этого Проходит Паралет И нет девушки Она еще судится С тобой На твои бабки Поскольку ты Ей Типа должен Окей Так Чувствуется Студенты Собираются Поскольку Сложно Подъехать К нашему Офису Я сегодня Камеру Гоу Про Оставил Не то что оставил Я ее вчера Забыл в офисе Вот тут И поэтому Сегодня у меня Такая моя Большая камера У меня и маленькой С собой нет Только большая Я ее Так прикрутил Тут У меня есть К чему Прикрутить В общем Мы сегодня На хорошей камере Снимаемся Счастливо И Чтобы Пожелаю вам Чтобы ваша Иммиграция Была Номер один В тех Топ Тен Которые Вы для себя Начнете Там где-то Формулировать Счастливо 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 Счастливо